получил приказ остановиться догадайтесь от кого ждем самого дона корлеона или аль пачино мэйдлин красноярск сейчас где-то там вон гайцы стоят едет интересно остановит его или нет говорит обычно останавливает проверяет по маске всю эту шлобудень вот так стать чтобы было видно зеркало о так намного лучше они они поехали за кем-то понеслись мигалки включили так что александра громова повезло не будет его никто трогать ну где он что-то я его не наблюдаю они за кем-то понеслись кого-то догонять а я щас окна мыл ну стекло мыл и этот забыл эту поднять скамейку аптеки кричатся я мимо них проезжают и камня проводили так взглядом но не остановили короче ждем сейчас мы с ним до красноярска вместе поедем начинается развлечения едет вон спрятал спрятался за фурами поехали уехай вон понесся говорит полником идет 51 человек полная загрузка я даже двадцать две с половиной тонны так что вместе пойдем второй раз мы уже с ним удачно так пересекаемся пошли на канале на канале у тебя 51 человек у меня двадцать две с половиной я нельзя заплатить по часам так не пройдет глупо сказал что я по весам не пройду Вон они впереди, я сейчас сказал, что будет Дон Корлеона ехать, когда они в мигалке включили, вы не слизите к кому же себе. Час. 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 Что, рация? Нет, почему-то у тебя она. Не знаю. Что, плохо принимаешь, да? Что, видать, близко. А, ну, может, что близко. Антенна звезла какая-то, полтора метра. А, это их на это ДТП вызвали, точно. Вот они понесли с мигалками сюда. Что здесь? Что случилось? Ну да. Ну они стояли, вот. Ты позвонил, и они тут же, смотрю, с мигалками. Вот они сюда и рванули. Так что видишь, как все фортануло. Ну, это, скорее всего, не здесь. Это сейчас крутится на березу. Так они стоят постоянно. Ну, это я не знаю. Тебе виднеет этот местный. Казахам можно. Им штрафы не приходят. Хотя сейчас уже, может, и приходят раньше, да? Вообще камеры. Так белорусских, на казахских номерах вообще. А им, наверное, не приходят штрафы. Ну, во всяком случае, раньше нам было вообще-то фонаря эти камеры. Короче. Ну, вот, короче, встретились мы с Сашкой. Не знаю, сейчас будем останавливаться, не будем. А. Не, я потом тебе придет пробуживаю, потому что так, ты так тихо едешь. В смысле, тихо? Ну, сколько ты едешь? У меня больше 90 не идет. Кто? Я говорю, у меня 90, потолок, все. Подгород-то нифига. Не, ну, подгород-то я сажусь, само собой. Ну, пока что. У тебя 51 человек, а у меня 22 с половиной железа. Тихо. Да-да-да. Вот, короче, сейчас мы снимем. Что, на Кахушку будем заезжать, на восток? Там буквально на пять минут я больше не смогу. Так и я больше не могу. Время уже пол первого. Весен только на пять минут, и все, и я тоже полечу. Сейчас буду как раз клиенту позвоню, скажу, что я еду. Не, мне везет, что я на 20 лет еду, мне надо их в туалет, тут закрыть. Понятно, понятно, у тебя ценный груз. Давай заедем на 5 минут и поедем. А вы Платон тоже платите? Да нет, у нас тоже нет этих. Вам не надо, да? Понятно. А что ж это такое за день до сегодня? Нет, я вперед пропущу, я пропадешь, а я так не могу. Алло. Привет. Да? Я понял. Ачинск прошел. Слушай, ничего там у меня не дымит, а? Да, да, все нормально. Да. Куда? Не видно, не дымит она. Нет. Ну, я понял, конечно. Да. Да. Ну, естественно. Ну. А куда? Куда? А, Ростов. Ясно. Ага. Нагродно было бы хорошо. Было бы вообще прекрасно, нагродно. Подключение, спросил, 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 спросил. Да, не отключился. Давай, да, сейчас же в курсе. Я шеф звонил просто как раз только что. Что ты там спрашивал? Ничего у тебя не дымит? Спрашивал, говори, не дымит она, ничего? Нет, не дымит. Ну, ты же говорил, пропустишь, а что-то ты не пропускаешь. Да я что-то сам подстрелываю в гору. Ладно, едь, не надо меня пропускать, я тебя садить буду. А перекрытие, отложись, давай, идем. Езжай впереди, а то я это кафе «Восток» пролечу. Вот «Черемшу» продают, видишь, справа с тормой. Только что шеф звонил, говорит, у нас этот, «Скания Флит» завис, говорит, ты где? Да, помнишь, я готов его салат такой? Ну, помню, помню, что такое «Черемша», я знаю. Говорит, ты где, говорит, делать? Сейчас «Скания» будет показывать, что ты в Турции. Я говорю, да, уже как бы это по расписанию все топчем. В общем, на «Восток» отсюда вообще ничего. Ну, загрузки есть, а такие копеечные, чтобы... С учетом того, что оттуда будешь выходить совсем даром, такие копейки, которые хотят, чтобы ехали туда, мы однозначно не поедем. Ну, я сейчас рассматриваю два варианта. Ростов-на-Дону или Гродно. Как-то... Ребята, все сделали, да? Да, да, сделали. Что так долго-то они делали? Не знаю. То-то-то, то-то. То-то, второе. И это. Мне, как по мне, так лучше, конечно, Гродно. Я заеду, Михаил Владимировича заберу. И мы с ним до Минска доедем, а дальше он, пускай Гродно едет. Сейчас я ее отпущу. Не буду тормозить. Тоже отпускает. Ага, 22 тонны быстрее бегу, чем 51 человек. Что такое? Нет, ну, у меня рация перескачивает. 22 тонны быстрее бегу, чем 51 человек. Я ничего не понял, блин. Что-то она близко, когда так, она гавкается. Понятно. Ладно. Будь далеко отъехал, нормально. О, вам плямба прилетела опять, а? Очередная бабочка. Может, она где-то действие, выряд ли. Принял. Это уже каждый курс, знаешь, правильно? Плохо, что прилетело. Держать камеру в руке, рулить и разговаривать по рации тоже не получится. А, смысл сейчас вытирать щетками, просто ее размажу. Все, 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 начались понты, смотрите. Правильно, я сел в горку. Что вы, что вы? Ай-ай-ай. Ага. Плюс ограничиться или нет? Пользуйся. Было бы у меня тонн меньше, не вышел бы у тебя такой маневр. Плюс. 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 Уперлись. Сейчас мы посмотрим, как Дон Корлёвный будет тут. Дыр-дыр-дыры обходить. Вот. Где властовские пацаны пошли. Плюс. 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 сначала надо перед ним загнаться с таким-то ножом неопланта побежит а мы сейчас чувствую присядем начальник стишет и проложить проекте да посадил брауберг теперь конечно здесь я под себя сейчас лихо пройду все тоже ехать надо так что все маленькая давай газу и я и тебя подрезал не на что подрезал не дал тебе ехать вылез там расстроился наверно очень сильно или не очень очень чё там сзади прицеп ровно идет не криво раньше он когда мозг был снесенный криво шоу значит все красиво все четко сделали валим 90 говорит на ему на 90 ехать ему заставил нет 90 нестись ну ладно хорошо хоть недолго все говорится сколько мы уже я уже прошел 4 560 загрузки на резине вообще незаметно даже то есть все четко сделали все красиво все по фэншую выставили потому что тогда уже сейчас бы если бы ехали как босс по старому стоял так же вы пол колеса бы слезала за эти пять тысяч такой жарой да с таким-то ножом сейчас все видите ну еще и сашка подтвердил что прицеп ровненько идет огонь так вот сколько ездишь роды ни разу не принимал дороги люди умирали было такое нифига себе прямо вот совсем умирали но как еще по-другому ну ехал человек не вылез и он лежит сидит и сидит подошел думал разбудить а он оказывается все готов все готово да у меня даже такие бывали чудики вчерашний рейс короче я считаю рейс который ты не запомнил это самый лучший рейс а допустим как вчера такое я пока доехал у меня в этих поток у меня взлетло да ты как что такое ну понимаешь же люди разные же едут детей взят в основном детей а они же только начат ну понимаешь 6 часов ехать такой жареет даже ужин нет ну это понятно а у тебя что там конзер не работает на салон а да да почему все нормально то что это тяжело ехать это понятно само собой ну вот здесь то еще ничего я в Кемерово ездил люди с нами 13 часов мы в каждую деревню знаешь люди серьезно говорят вот собачья будка стоит выбрать уже не останавливайся в каждую деревню заезжаем и в Кижин и в ЭТАТ и в Мариин ну ведь она здесь где 10 надо стоишь где 15 стоишь ну то разного нет да автобусником работать конечно железная нерва надо иметь с людьми работать это тяжело у нас вот по 1 давень на работу с 50 лет ему стало от ночевого и на рта причем она на ногах перенес ну и в этой категории закрыли пошел работать на такси да да не работа нервная вопросов нет конечно с людьми тут сам с тобой бывает едешь ругаешься что сзади 51 человек я вот я вот на них внимания не обращаю и вот эти проблемы и так далее а вообще ты будешь обращать внимание вот 2 года парень тоже и 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 правильно конечно нафига еще мало того что автобус видите еще и занимайся успокаиванием у каждого крыша рвет по-разному по пьянке поехал конечно пожалуй пускай приезжает за это деньги платят и разбирается да да ты видишь когда мне было 40 лет еще 42-45 я и зубы взял выкивал и дожку пробивал вот и выкидывал а сейчас так где это надо обе теряло и не канайдат он за мной ездил понятно понятно камера будет на 70 до 20 не наказывает и и и и и так автобусником она талант и железные нервы чтобы работать какое у нее сегодня кафе восток заедет людям говорит на там туда сюда как положено людей же везет на пару на 5 минут ему 5 минут и мне в принципе тоже время без 15 2 ехать еще часок так что мы тут вместо встречи изменить нельзя до кухня хорошая здесь вообще огонь часто кушать не будем следующий раз фух напылил я здесь катастрофа просто где дом корлеона он идет здорово дон корлеона или альпачино как тебе больше нравится не знаю пойдем лихо топит твой автобус 90 быстрее не может вот только с горки накатал макатом она разгоняется щука 20 как 22 за плечами но и летит и летит а так все по прямой 90 и все да ну перестань то меня духовно еду зубами клацают от холод 10 минут за не больше нельзя познакомили с хозяином кафе михаилом пламенем это не зацеплю боишься ты вечером решили сюда приехать не кафе тут вообще ребята обалденные кормят вкусную так уютненько вообще один раз побывал очень понравилось вкусно хаил сказал что что-то приготовит интересное посмотрим вечерков были наделал так ладно это все на вечер сейчас у нас что 67 километров но это по прямой показывает время два часа как в принципе планировал районе пол четвертого клиент сказал будет меня ждать все летим саша людей везет на металл за красноярск что-то наш александр где-то отстал мы сейчас все равно разъедемся сейчас на аэропорт свернет кстати мы в этом аэропорт на аэропорту в этом аэропорту и познакомились я тогда двери с минска но не связь с минска с минска тогда в этот аэропорт двери притащил после нового года зимой я узнал все и после того наше знакомство завязалась и вот уже сколько считается больше двух лет ним супруга с его с ириной вот уже моему можно сказать уже такое ощущение как будто уже знакомы сказал программа у нас сегодня будет интересно и насыщенная я говорю какая подробности можно единственная подробность чтобы потом вернемся вот это кафе восток вечером покушаться приедем сюда это факт у хозяин михаил сказал чуть приготовить там вкусненькое что-нибудь за эдакое а что будет до этого я понятия не имею причем ни малейшего пока первая задача наша чего сделать железа избавиться прицепе и загрузка же что все таки определились сказали в процессе чего куда говорить не буду когда уже точно все заявку увижу тогда скажу что там где-то под отстал вид нас за кем-то уперся тоже коллега его поехал на кедровый тоже труд еще только я говорю людей возить этого тяжелая работа если я не ошибаюсь то вот развязка на аэропорт тут первая с этой стороны да аэропорт красноярск вот но сейчас сюда уйдет а мы прямо мне даже вот и улетал я с этого аэропорта самолета еще точно помню что в ту сторону взлетал потом так под красноярском разворачивался высоту набирая и потом сколько тут дамасской часа наверно два с половиной по три наверно что такое до москвы летел впереди он енисей красавчик но мы сейчас перед ним уходим красноярск все равно мы его будем переезжать еще нам 16 километров уходим и остается 15 можно поехать дальше по объездной и через енисей перепрыгнуть и той стороной зайти на пищу плюс десятка как бы сказали что смысла нет на вот через кубе кого на кубе кого только налево будет а мы на право на красный город заходим даже не знаю был я здесь на грузовике небу легковой там и тут уже есть красноярск объездили я думаю что здесь тоже есть туда все правильно кубе кого здесь налево а мы заходим через т.с. короче саш сказал что здесь по городу как бы все четко должно быть мы центр объехали то есть по объездного бежали чтобы через центр через город не толкаться в любом случае время с 10 3 14 километров норм пришли четко как планировали так что сказать ну еще 14 километров добавим 1681 плюс 14 24681 группа берем 4700 километров у нас получается расход 29 и 4 у меня сейчас расход мне очень нравится я поймать что мост давно может это еще и т.т. тоннеко свое я сказала я не вру пожалуйста 29 и 4 22 тонны 22 с половиной с таким расходом очень даже приятно этим поля ну запищал более не вся дорога ровная ровно у нас скажем так от екатеринбурга до новосибирска а так ну да мы здесь через промзону заходим центр вообще не касаемся а я сука я нарушаю да понял не буду но по-моему на скане я здесь не ездил так что выключаться не буду полюбуемся промзоной если вам что-нибудь видно из этих стекол заляпанным зал парков ташка разворачивает наверно через мост не хочет говорит нельзя тебе там через мост мне сказали что можно кому нам больше верить александру дону корлеон или или дашкин спросил как как называть без разницы мне как-то вот торт корлеона больше нравится мальпочин мафиози а это база сервика туда точно склады их не платная парковка для больших грузов и легковых вот так так что прямо тут стоянка есть в случае чего может на регион не гнать потому что как бы до региона далековато мы посмотрим потому что еще неизвестно где чего мы будем пока никакой информации до сих пор нет что это такое сиал понятно профиль о комця передний груженый дает доел от кислорода в атмосферу но ничего я не могу его догнать вернее могу но очень медленно под хвост этому камазу вон он енисей енисей енисеюшка вот наверное вот по тому мосту мы его будем переезжать мне почему-то кажется у меня уже мост вижу а здесь уже есть за вот после этого перекрестки на этом перекрестке надо тягачом когда поехал то ли в стеки а тут есть за то ли куда а документы отвозил клиенту напрямую это же вот по моему вот это металлургический красноярский металлургический завод если могу ошибаться ну кажется что нет не ошибаюсь умеете первая полоса вся заставлена вся стоянка внутри заставлена людей много работает приедет вот так грузится даже припарковаться негде платить документы оформить что хоть что и делай что уже смена закончилась 3 часа дня ну да уже уже выходит русал на красноярский алюминиевый завод и говорят концерн русал точно уже выходит ведь что рановато ну а нам 7 осталось 2 плата пропала сейчас 2 километра и будем сворачивать и не сей форсировать да 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 буду знать куда дорога делась дорога кончилась осталось направление братья казахи боже что-то тут кучкуются а теперь вернее росвердловский а это красноярский металлургический завод то алюминиевый был русал русалюминий концерн а здесь красноярский металлургический еще твой дед сдавал ломов тормит под текст чувствуется да но вот сыр нулики не сею но здесь я точно еще ни разу не был сейчас будем на мост заходить так то вот реку переехать и там где-то вот короче где-то там нам погружаться три с половиной километра еще правда ну видится какой широкий воды сколько сброс воды идет на газ ну вот открою маленькую тайну поедем смотреть это ну это не явление природы рукотворное явление но говорят обалдеть как красиво подробности позже смотрите течение какое у него у нее есть у енисея конечно могучая река а тут он даже как-то и острова по центру он смотрите есть класс там даже тут дача что ли он как чья-то по центру там пороги вот какие-то короче тут интересно что тут так выглядит а судов то тут сколько ничего себе не думал что тут здесь и вон там так тут это судоходство развита только в путь а вот если бы поехали по большому кругу то вот здесь бы вот приехали сейчас смысла никакого нет здесь вообще шикарно мы прошли то есть вот на канск и иркутск уходить то тоже пост был на еще бы такой перекресток когда-то да как это направо да хорошо как это летающая тарелка какая-то в общем вот и все наше путешествие пока завершается я думаю день по насыщенности только начинается то что мы хотели мы сделали четверг после обеда мы на разгрузку прибыли и разгрузить нас сказали разгрузят за бортом 27 300 метров направо вообще надо будет сейчас на разгрузке здесь спросить можно у них в машину поставить отсюда и до этой до газ недалеко ну как недалеко ну по всяком случае намного ближе может там вот возле фирмы ничего и выехал и стой возле ворот сейчас посмотрим как тут вообще все это выглядит еще 600 метров на жена мы будем на речке выгружаться типа как в порту я думаю если мы тут потом машину поставим то ничего там страшного не будет вот машины здесь стоят на следующем повороте налево вон на жерко 440 стоит так вот давайте тогда наверное сюда на эту площадку заезжает и не надо никуда дергаться здесь выехал здесь же поставил и здесь же и стой люди стоят и мы здесь будем стоять на следующем повороте тут пол четвертого сказал клиент подъедет сейчас десять минут говорит либо подойду либо наберу вот так я думаю ничего страшного если вы вот здесь вот как этот мазик рядом с этим мазиком припаркуемся и будем спокойно стоять поверните направо делка стоит это не делка делка вроде все ждем пойду пока окошко помою и и и и и и